Киев приветствует решение США о поставках истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Первая трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи проходит в Кэмп Дэвиде. Киев приветствует решение США о поставках истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Соглашение о подготовке украинцев в полетом было подписано еще в июле этого года. Некоторые украинские летчики уже приступили к обучению, но пока это в основном языковые курсы и теория. Министр обороны Дания отметил, что решение о сроках поставок истребителей F-16 в Украину еще не принято. По данным Вашингтон-Пост, обучение пилотов ВСУ управление истребителями завершится не раньше лета 2024 года. После выхода России из черноморской зерновой сделки Киев ведет поиск различных альтернативных маршрутов, экспорта зерна и другого продовольствия. Одним из ключевых транзитных пунктов украинских грузов стала Румыния. Зерно доставляется в страну по суше, а затем перегружается на суда в румынских черноморских портах. В качестве альтернативного варианта рассматривается транспортировка зерна по реке Дунай, а затем по суше в порты Западной Европы. Второй по величине китайский застройщик Эва Гранде подал заявление о банкротстве в США. Этот шаг должен защитить американские активы компании от кредиторов. По данным ряда СМИ, у Эва Гранде один из крупнейших негосударственных долгов в мире. Компания испытывает финансовые проблемы с 2021 года и уже пережила технический дефолт. Звучат опасения, что крак гиганта вызовет эффект домино и погубит большую часть жилищного сектора Китая, который может составлять около 30% экономики страны. Некоторые западные аналитики сравнивают ситуацию с Лемон Бразес, чей мыльный пузырь спровоцировал глобальный кризис 2008 года. Другие считают, что жилищный сектор Китая достаточно изолирован от остального мира и не окажет на него столь сильного влияния. В любом случае, история СМИ свидетельствует о серьезных структурных проблемах в одном из основных секторов мировой экономики номер два. В медцентре, в густонаселенном квартале города Мюлуза, что на северо-востоке Франции, и залы ожидания непривычно пусты. Работавшие там трое терапевтов одновременно вышли на пенсию. Пять тысяч пациентов остались без лечащего врача. Искать замену начали несколько лет назад, но так ее и не нашли. Мюлуз не самый обустроенный город. Специалисты туда едут неохотно, но такие врачебные пустыни есть по всей Франции. Долгий срок обучения, перегруженность работы, бюрократия, сама профессия все меньше привлекает молодежь. Англия и Испания в воскресенье в Сиднее сразятся в финале чемпионата мира по футболу среди женщин. Звезда английской сборной Лорен Джеймс вернется в строй после двухматчевой дисквалификации, что должно помочь львицам, действующим чемпионкам Европы. В финале мирового первенства они, как и испанки, сыграют впервые. На этом турнире Красная Фурия выглядит блестяще, показывая яркий атакующий футбол, несмотря на проблемы во взаимоотношениях игроков с тренером Хорхе Вильдой. Лорога, Лорога, университетные проблемы с футболом, а Лионессы будут идти впервые после Европейской футболиции в Сиднее сезон. 80,000 фанатов будут в Стадия Астралия в Сиднее сезон. В этом случае, они будут видеть футбол истории. Сам Ашу, за Евроньюс в Сиднее.